Вилли Слацис. Четыре браузьени. Четыре поездки. Читает Евгений Бразуль-Брушковский. Черная лодка возвращалась морем от церкви к поселку Гриве. Парус был поднят, но одному из седоков приходилось грести, потому что береговой ветер за время богослужения стих. Гребец апатично подымал весла и время от времени поглядывал через плечо в сторону берега, не пора ли править к причалу. В лодке без него было еще два человека, так как третьего, что лежал на руках у матери, укутанный в голубое бумазейное одеяло, еще нельзя было назвать человеком. Но именно ради него и состоялась эта поездка в церковь. Сегодня его крестили. В честь крестного отца он получил имя Симон. Когда ребенок нетерпеливо задвигался, мать расстегнула кофту и дала ему грудь. И хотя один из мужчин, тот, что греб, был ее муж, а второй, Симон Дауде, слишком стар, чтобы его стыдиться, она все же слегка покраснела и повернулась боком. Мужчины беседовали о лове. Крестный Симон жевал табак и каждые полминуты сплевывал в море бурую, похожую на грязную кровь, жижу. Добравшись до плеса у поселка Гривы, они направились к берегу и вытащили лодку на сушу. Там было много таких же черных лодок, как у них, и таких же стариков, как крестный Симон. Некоторые развалюхи были выволочены к самым дюнам и опрокинуты, и кучка стариков расселась на их сломанных килях. Они сосали трубки и глядели в море, словно стая духов, охраняющих пустынный берег. Симон Дауде тоже принадлежал к их числу, но сегодня он был крестным у какого-то мальца и не мог сидеть рядом на отплававшем свое корыте. «Теперь пошли домой отобедаем», — сказал отец маленького Симона, якобы Пурклав. «У меня есть водка». Мужчины пошли вперед, а мать с мальчиком на руках в отдалении следовала за ними. До самого дома они ни разу не оглянулись на Анну, и она не обмолвилась ни единым словом, потому что они говорили о своем. Поселок Гриба был невелик. Всего девять усадеб, которые разбрелись по узкой полоске земли меж маленькой речушкой и песчаной пустыней. Самый большой дом принадлежал Симону Дауде. Он был покрыт черепицей и обшит шпунтовыми досками. Войдя в хибару Якоба Пурклава, Симон дал Анне рубль. «Это крестнику на одежу». Анна покраснела и до тех пор тискала рубль в руке, пока он не повлажнел от пота. Якоб тут же выставил водку, и все стали усаживаться за стол. Анне тоже пришлось сесть с ними и отпевать по капле, потому что Симон Дауде был старый холостяк и, выпив, любил пошутить с женским полом. Он был состоятельный мужик. Маленького Симона Сонного уложили во второй комнате. Чтобы мухи не кусали его, Анна завесила окно бумазейным одеялом. Потом они могли спокойно обедать. «Куда тебя несет?» — сказал крестный, когда Анна, немного погодя, хотела было проведать мальчика. «Да у вас тут свои разговоры!» — она немного смущенно улыбалась. «Куда уж мне?» «Тогда сиди и слушай!» — сказал Симон. И Анна сидела, слушала, как говорят мужчины, и не проронила ни слова. Она была с дальней стороны, поэтому никто из ее родных не смог прийти на Кристины. Когда часть водки была выпита, Симон начал свои рассказы. Екоб ему перечил, если Симон говорил что-то не так, и Анна не знала, чью сторону ей держать. К вечеру в маленьком домишке царил такой гам, будто здесь собрались болтуны со всего поселка. Маленький Симон проснулся, когда Екоб опрокинул и разбил бутылку. В комнате было темно. Мрак и одиночество пугали мальчугана. Он заплакал, но в хмельном гомоне взрослые не слыхали его жалобного зова. Он плакал долго и все громче, сучил маленькими ножонками, а стенки колыбели, но никто к нему не шел. Седые старики на берегу уже разошлись, а черные лодки стояли, как и прежде, угрюмо темнее на летнем небе, как черные пятна на желтом лике пустыни. Сразу после причастия конфирмованные стали выходить из церкви. Музыканты на башне играли хоралу. Близкие конфирмованных теснились на маленьком дворе и поздравляли молодежь. Когда фотограф снял всех для большой групповой карточки, они вернулись в Ризницу поблагодарить священника, поцеловали ему руку, а потом вместе со своими родственниками и друзьями разбрелись каждой своей дорогой. Молодежь поселка Гривы возвращалась домой морем. Лодки были украшены молодыми березками. Симон Пурклав сел на скамейку возле мачты и уперся ногами в шпангоуты, потому что он обул сегодня новые ботинки, а старая лодка сильно текла, под настилом постоянно хлюпала вода. На руле сидел отец Симона. От долгой морской работы он стал таким же сгорбленным, как и все старики поселка Гривы. Дорогой он жевал табак и сплевывал в море. В лодке было еще трое. Пурклавский батрак из эстонцев с острова Саарена и две пожилые женщины, сестры Симоновой матери. Мать не поехала в церковь, кому-то надо было остаться дома и накрыть праздничный стол. Дул свежий северо-восточный ветер. Чтобы лодка не теряла ветер и шла к дому бетью, то одним, то вторым галсом, кому-то из мужчин нужно было взять весло и выгребать с подветренной стороны. — Ты не ходи, — сказал отец, когда Симон потянулся было за веслом. — Пусть гребет Йохан! И Симон послушно остался на своем месте. Это был стройный восемнадцатилетний юноша с красными руками, темно-бурым, словно просмоленным лицом, неловкий и робкий. Всякий раз, когда заговаривал отец, он съеживался и украдкой взглядывал на говорившего. Когда у него что-нибудь спрашивали, он искосо смотрел в море, а ответ проборматывал тихо и торопливо. Сам он никогда ничего не спрашивал и не встревал в чужие разговоры. Конфирмационный костюм Симона был пожит из толстого черного сукна. Под заслоном паруса солнце пекло нещадно, и жесткий воротник резал шею. Парень впервые был так разряжен. Он сидел, как истукан, не смея шевельнуться, чтобы не помять штаны и не замараться от доски, в пазах между которыми солнце размягчало смолу. Через час они были на плесе у поселка Гривы. Другие лодки уже возвратились и со всеми березками, еще колыхались в бухте. — Ты, Юхан, останься и вычерпай воду, — сказал Якоб Пурклов работнику, когда они пристали к берегу. — К вечеру надо будет-то снять сети. Высохли, небось. Обе тетки с отцом шли впереди, чинно, с серьезными лицами и псалмовниками в руках. Симон поодаль шел за ними, уставясь в песок, который накалялся на солнце, слепил глаз и пел под ногами. Вблизи поселка отец обернулся и сказал — Где ты там плетешься? Охромел, что ли? Симон вздрогнул и поспешил догнать остальных. — Застегни пиджак, — продолжал отец. — Глянь уже! Пятно на штанах! Он пытался сказать это легче, дружески пошутить, но голос по привычке звучал резко и рот скривила презрительная усмешка. Симон стиснул зубы и принялся ногтем скоблить ошметок смолы, налипшей на штанину. Дома их ожидала мать с несколькими соседями. — Ну, теперь ты взрослый парень, — сказал Симон Дауда. Близилась его восьмидесятая осень, и во рту у него не осталось ни одного зуба. — Да? Как подумаешь, что есть жизнь человеческая? Давно ли я его на руках держал, а нынче он уж конфирмованный, крестного на голову перерос? Анна Пурклов посмотрела на мужа, но тот не улыбнулся. Тогда и она помрачнела и тихонько всплакнула. На отдельном столе были сложены подарки к первому причастию. Симон должен был их осмотреть и сказать всем спасибо. Псалмовник подарил крестный, старый Дауда. От тетки досталась маленькая Библия. Остальные нанесли кто во что горазд. Вязаную фуфайку, домотканное полосатое одеяло, две картинки с ангелом с одной стороны и выписаны серебряными буквами цитаты из Евангелия с другой. Больше всего Симону понравился отличный моряцкий нож, присланный одним из двоюродных братьев, который плавал на кораблях. Тихо и степенно сели они за стол. Симон Дауда прочел молитву, потом они выпили по рюмке вина за счастье молодого парня и закусили шафранной булкой с изюмом. Пока ели суп, никто не разговаривал и слышались только звон ложек дохлюпанье шумно втягиваемого в рот варева. Языки развязало второе блюдо, жаркое из свинины с капустой, потому что вместе с ним на стол были поданы водка и пиво. Мужчины тотчас начали говорить о лове, хвалиться подвигами своих молодых лет и припоминать друг другу старые счеты. Время от времени грохал по столу чей-то кулак, опрокидывалась чья-то рюмка, и чья-то жена потихоньку толкала мужа в бок. Да у коммунисты, чего расходился? И Симон впервые в жизни имел теперь право чокнуться с мужчинами. Но они его не замечали и не прислушивались к его мыслям. Тогда он понял, что, несмотря на конфирмацию, он все еще мальчишка, и среди взрослых ему не место. Огорченный, он не стал больше пить ни водку, ни пиво, а также, как женщины, ел клюквенный кисель с молоком. В начале о нем еще вспоминали за столом, ведь это был его день, но постепенно он чувствовал себя все более одиноким и заброшенным. Когда Симон Дауде бронился с отцом, все слушали их. Женщины уже не сидели за столом, а шушукались по углам. Некоторые вышли осмотреть пуркловские огороды, другие проскользнули на кухню, убедиться, много ли осталось съестного. Эстонцу Йохану обед отнесли в клетушку, где он спал. Симон тихо встал из-за стола и вышел за дверь. На других дворах, где сегодня были конфирмованные, люди пели. Из одного дома доносились звуки гармоники и скрипки. Но Симон не вслушивался в далекую музыку, не слыхал и ссоры у себя дома. Он глядел за реку, на серый бревенчатый дом, где сегодня не было праздничной суеты и у дверей не никли вянущие березки. В одном из окон там была видна девушка в белой блузке. Она сидела на подоконнике и глядела на реку. Взгляд Симона, устремленный туда, прояснился. Он, покраснев, улыбнулся и оглянулся назад на окна дома, не видит ли кто, что он здесь делает. Потом он снова глядел на серый бревенчатый дом, сломал ветку сирени и помахал ею. Девушка ответно помахала ему рукой. В этот момент Симон услышал голос матери. «Что ты, сын, бродишь по двору? Иди же в дом, гостян!» Он пошел сразу и не оглянулся больше на серый дом за рекой. К вечеру гости стали расходиться. Остались только Дауде, да еще кое-кто из гостей. Они пили и разговаривали. На одежде у всех была пивная пена и крошки еды. Симон сидел в стороне и слушал. Тут ни с того ни с сего старый Дауде вздумал расцеловаться с крестником и подсел к Симону. «Я тебя когда-то на руках держал, а теперь ты вон какой парень!» мямлил старик, осклизшим в табачной живонине ртом, который напоминал огромную гнойную рану. «Иди, поцелуемся, крестник!» У Симона к горлу подступила дурнота. «Да ладно, крестный!» пробормотал он и встал. Напрасно отец сделал ему знаки, глазами угрожающе стучал пальцем по краю стола. Он не мог без отвращения взглянуть на рот крестного. «Нет, я не хочу! Нельзя без этого, что ли?» Симон Дауде обиделся и сразу подался домой. Напрасно Якоб и Анна Пурклавы пытались его улестить, он и не слушал, что ему говорили. «За это ты у меня получишь!» прошепел отец Симону в ухо и снова подсел к столу. И когда все питье было выпито, а последний гость выпровожен за калитку, Якоб Пурклав спросил у эстонца, «Юхан, ты сети снес в лодку?» «Да, хозяин», ответил работник. «Шо ж ты не выходишь в море?» продолжал хозяин, тяжелый, нетвердый на ногах, полный хмельного угара и ярости. «Кто пойдет со мной?» спросил работник. «Симон, ты что еще, не переодевался?» прохрепел Пурклав на весь двор. «Я думал, мне сегодня не надо будет идти в море», отозвался сын. «Заткнись, когда старший говорит», рявкнул отец. Тогда Симон собрал рабочую одежду и переоделся. Когда он вышел во двор, отец ухватил его за грудки и начал трясти. «Сопляк, что ты тут вытворял? Почему не целовался со старым Даудом? Как ты посмел рассердить крестного?» С этими словами он тряс сына и казалось, будто каждое слово он вытряхивает из своей бушующей груди. Сегодня было много выпито, и в перебранке с мужиками затронуто много давних больных мест. Распалившийся дух бунтовал и требовал удовлетворения. У старого дауды не было наследника. Симон ничего не отвечал, только широко раскрытыми глазами глядел на отца и, насколько было возможно, запрокинул назад голову. Тогда та же рука, которую он целовал утром в благодарность за свое воспитание, обрушилась на его лицо. Левой рукой отец держал сына за грудки, правой бил. — Якоб, зачем ты так? — несмело вступилась мать. — Сегодня же его праздник. — Что? — прорычал отец, потом словно опомнился, отпустил Симона и, пристыженно отошел в сторону. Но, чтобы отступить с честью, он еще погрозил кулаком жене и сыну, «Смотрите у меня!» Анна ничего не сказала, только тихо всхлипывала и утирала глаза краем передника. Симон взял весла и зашагал к морю. Юхан ушел еще раньше. В вечерних сумерках шерестели уродливые сосны на дюнах. Темная и спокойная, как спящий зверь, лежала под луной моря. Когда Симон вышел на берег, там не было больше ни одного человека, только он и Юхан. Да черные лодки, которые стояли здесь днем и ночью, зимой и летом, весь человеческий век. Восемь лет спустя Симон Пурклав направлялся морем в свою третью торжественную поездку. Это был день его свадьбы. Родители невесты, богатые хозяева с другого конца прихода, желали в церковь и обратно ехать на лошадях, но тогда Пурклавам пришлось бы одалживать коня, а ни Егоб, ни Анна не хотели этого. Симон по этому поводу не сказал ни слова, так же, как ничего не сказал, когда родители объявили, что выбрали ему невесту, Еву Тилтницы. За Евой давали вприданное двух коров, плотяной шкаф и кровать с подушками и бельем, да к тому же еще триста рублей деньгами. Она была шестью годами старше Симона. Теща с тестем после венчания сели в свою коляску и, звеня бубенчиками, покатили в поселок Гриву. Остальные свадебные гости возвращались домой морем. Лодки были украшены поздней осенней зеленью, маленькие бумажные флажки весело реяли на ветру, и голоса седоков звучали беспечно, как морской ветер, мчавший караван лодок к дому. Посреди второй лодки на скамейке сидели молодые. Ева взяла Симона под руку, плечи ее поверх невестиного наряда накрывал большой платок, ей было немного зябко. седок седок начали подшучивать над Симоном, не умеет, мол, согреть свою молодую жену, хоть бы засередку обнял. Тогда он обнял Еву за талию, и оба они покраснели. Симону было так неловко, что он не осмеливался взглянуть на Еву. Когда другие шутили и смеялись, он улыбался, уставив взгляд в дно лодки, но весело ему не было ничуть. За все время поездки он лишь дважды заговорил с Евой. «Тебя не укачает на волнах?» спросил Симон, когда они отплыли от берега. «Не знаю, там видно будет», отвечала Ева. По пути ей действительно стало плохо, но она сдержалась, так как при хорошем попутном ветре уже через час достигли Плеса у поселка Гривы. Тогда Симон заговорил во второй раз, «Ну, скоро будем дома». «Как я выберусь из лодки?» в ответ сказала Ева. Симон провел ее на конец лодки, соскочил на берег первым и потом принял Еву на руки. Свадебные гости стали в пары и направились к Пуркловым. У ворот их встречали Якоб с Анной. Родители невесты и несколько гостей постарше, которые не ездили в церковь. Играли четыре музыканта. Соседи глазели на свадьбу со своих дворов. Идти к окнам было еще рано. Звучали пожелания счастья, лаяли собаки и две одинокие чайки летали над рекой. Симон посмотрел через реку на серый дом. Там никого не было видно ни возле окон, ни во дворе. «Идемте в комнату», сказал старый Пурклов. Ева снова ухватилась за локоть Симона, и они вошли в дом. «Улыбнись же, не смотри так сердито», шепнула мать Симона на ухо. Тогда он стал улыбаться. Стули для молодых были увиты гирляндами из брусничника. Все глаза уставились на жениха и невесту, и так же, как смущались когда-то их отцы и матери, смутились и они под этими пытливыми, полными догадок и любопытства взглядами. Когда стали пить вино, гости заговорили «Горько!» Тому, кто первый это произнес, Симон с наслаждением дал бы в ухо, если бы старый обычай не принудил его сдержаться и на радость гостям поцеловать свою невесту. Это он и сделал легко и поспешно, но теперь горланила вся орава «Горько! Сахар умало! Горько! Горько!» Толпа была безжалостна, и не успокоилась, прежде чем двое чужих друг к другу людей не засвидетельствовали перед ее глазами свою близость, пока не засвидетельствовали, что признают совершившиеся соединения на совместную жизнь и покоряются избранному родителями решению их судеб. Симон думал, как легко ему было бы сделать это, если бы рядом с ним на убитом брусничником стуле сделала та другая девушка. Во время поцелуя губы его крепко стискивались, и ему было стыдно того, что он делает. Он немного дрожал, так же, как Ева, но в его трепете не было ее молящего томления. Музыканты играли застольный марш, потом начались танцы, соседский люд через окна свадебного дома глазел, как пляшут жених с невестой и что едят гости. Самые нахальные совались на кухню и не уходили прочь, пока не получали чего-нибудь. Большой кувшин с пивом обходил стол кругом и обращал малоразговорчивых в болтунов. Родители невесты принялись хвалить Еву, Пуркловы хвалили Симона. Он у меня хороший сын, говорил Якоб. С малых дней я приучал его к работе и разумению. Пусть теперь поживет своей жизнью и ладит с женой так же, как ладил со своими родителями. Симону вспомнился вечер после причастия восемь лет назад и правая щека у него запылала, словно отцовский кулак злобно обрушился на нее. Тилтнеца всплакнула, поминая Еве на достоинство, и невольная колючесть мелькнула в ее взгляде, брошенном на Симона. Снова танцевали и снова ели. Тьма сгустилась, затмились и умы людей, и первобытные инстинкты заговорили их устами. Целая толпа фавнов сидела в комнате и изрекала двусмысленности, все смелее и развязнее, стараясь превзойти друг друга в сальных остротах. Это была насмешка старого, отупевшего мира над стыдливостью нового, издевка подтасканной обыденщины над чистотой и мечтами начинающих свой путь, первая закалка на том незнаемом пути, который сегодня пришлось начать Симону и Еве. И чем больше они смущались и краснели, тем назойливее преследовала их похотливость старых фавнов. Потом Симону снова захотелось кого-нибудь ударить. Как загнанный в угол волк, он сидел напротив целой лающей стаи и рот его дергался, приоткрывая зубы, а те думали, что он улыбается. Захмелевшая Ева смелее жалась к нему и положила голову на его плечо. От этого ему стало еще неудобнее, но робкий, умоляющий взгляд Евы пробуждался сочувствие, и тогда он в первый раз отыскал под столом ее руку и дружески пожал. Ева тотчас словно расцвела и улыбнулась ему, благодарная за эту ласку. Когда перевалило за полночь, их отвели на верхний этаж и оставили одних. Еще раз поплакали матери, еще раз поглумились фавны над их чистотой. Насилу эти мучения окончились до следующего утра. И пока внизу гости продолжали шумный пир, в темной комнате наверху царило молчание. Симон не зажигал свечи, которое было поставлено на стол возле кровати. Пока Ева раздевалась, он стоял у окна и глядел наружу в промозглую осеннюю ночь. За рекой стоял один дом. Симон долго глядел туда, но на дворе колубилась тьма, ревело море, и в том сером доме ни в одном окне уже не было огня. В комнате тоже царила тьма, и в самом темном углу сидело чужое существо, робко ожидая, когда Симон придет к нему с лаской. Теперь он знал, что он на всю жизнь остался один с этим чужим человеком, которого он был не в силах ни возненавидеть, ни полюбить. Зачем это было нужно? Зачем было так, что земля и море снова когда-нибудь дождутся утра, а его жизнь этой ночью должна была погрузиться в непроглядную тьму без надежды на новый день? Симон позвал голос. Что с тобой? Он еще раз поглядел за реку. Там не горело ни одного огонька. Сорок лет они прожили вместе и вырастили несколько сыновей и дочерей. На причале рыбачьей гавани гроб Симона Пурклова вынесли из моторной лодки на берег и поставили на катафалк, покрытый черным покрывалом. С церковной колокольни доносился заупокойный звон. Возле церкви шествие на минутку остановилось, затем тихо тронулось дальше. Ехать приходилось очень медленно, так как дорога была песчаная и разъезженная. Старая Ева Пурклов пыталась идти пешком за гробом своего мужа, но на полпути устала, и ее посадили на повозку. У дочерей и невесток были черные шляпы с широкими траурными вуалями. У каждой в руках благоухал зеленый венок из еловых веток. Оба сына, Якоб и Мартин, шли с непокрытыми головами, и их бурые лица сейчас казались мрачно торжественными. У кладбищенских ворот в последний раз открыли гроб, и близкие заглянули в темное, как медь, лицо покойника, которое даже смерть была не в силах сделать светлее. Таким прямым и длинным, как сейчас, старый Пурклов не лежал лет тридцать, с тех пор, как ревматизм скрючил его тело. Седая борода была подстрижена, волосы расчесаны с пробором слева, густые брови отбрасывали тень на запавшие глаза. Если бы Симон мог сейчас слышать, он услыхал бы много ласковых и жалостливых слов, каких ему никто не говорил, пока он был жив. Если бы глаза его еще могли открыться, он увидел бы заплаканные лица, напухшие и воспаленные веки, и, может, тогда ему не было бы жаль своей убогой жизни. теперь он ничего этого не видел и не слышал, и горе близких касалось его не более, чем теплый весенний ветер, который в последний раз взъерошил его седые волосы. Мужчины одному из сыновей следовало поблагодарить пришедших проводить отца в последний путь. Якоб переглянулся с Мартынем. Ни один не хотел взять на себя эту обязанность. Наконец Якоб собрался с духом и, выйдя из толпы, громко произнес «От имени близких душевно благодарю всех за проводы моего». Тут он замялся и тихо закончил «Моего дорогого отца на вечный покой». Закончив краткую речь, он утер пот и украдкой взглянул на Мартыня. Тот едва заметно усмехнулся, так как было в той речи одно место, какого они не умели употреблять. Поэтому, будучи произнесено впервые, оно прозвучало фальшиво. Никогда не говорили они «Дорогой отец». Про себя звали его стариком. Могильщику на лопату набросали мелочи, затем чужие разошлись, а близкие еще задержались у могилы. «На будущий год надо бы обнести ограды», промолвил Якоб. Он был старшим сыном и унаследовал дом. «Это твоя забота», сказал Мартынь. «Я устроил похороны», возразил Якоб. «Мне одному, что ли, надо хлопотать обо всем?» «Гроб был самый дешевый, какой только можно достать», отрезал Мартынь. «Я бы постыдился такой брать». «Чего ж ты не купил получше?» Якоб не остался в долгу. Теперь и сестры пришли на помощь Мартаню и начали упрекать Якоба за то, что похороны были без музыки. «Уж столько-то отец заслужил, чтобы его похоронили с оркестром?» «Да, а чего же он не вступал ни в одно общество?» протестовал Якоб. «Тогда была бы и музыка, и флаги». Матери наконец удалось утихомирить спорящих, и все мирно и благонравно дошли до взморья. Но когда моторная лодка вышла в море, перепалка разгорелась снова. Чтобы перекричать шум мотора, говорить приходилось громко. «Ты подлизывался к отцу, потому тебе одному все и досталось», кричал Мартин. «Но это не по закону, и я не успокоюсь, пока не получу свою долю». «Отец сам так хотел», отвечал Якоб. «Просил я у него, что ли?» «Ты там вился угрем, кто же этого не видел?» «Уймись ты и не кричи, ты в моей лодке сидишь», напомнил Якоб. «Ах, в твоей?» передразнил Мартин. «Ты ее делал?» «Если ты не уймешься, вышвырну тебя на мель», пригрозил Якоб. Как не пыталась мать примирить сыновей, ее робкий голос терялся в шуме мотора и криках. Ссора становилась все ожесточеннее, пока оба брата не бросились друг на друга. Младший был сильнее. Стащив Якоба вниз, наносил лодки, он придавил ему грудь коленом и стал бить по голове. Уже оба были в крови, у черного пиджака Якоба отлетел воротник. Наконец, зятьям надоело наблюдать за бессмысленной дракой, и они вдвоем отбросили Мартиня на нос лодки. «Это еще не все!» выдыхал он, отирая окровавленное лицо. «Он еще меня получит!» Поселка-Гривы, заметив на берегу людей, они заглушили мотор за третью мелью и не плыли к берегу до тех пор, пока братья не ополоснули лица и не привели хоть сколько-нибудь одежду в порядок. Но на берегу драка вспыхнула снова, и смотреть на нее сбежались все бездельники поселка. Трещали колья вешал, грузила от сетей замелькали в воздухе, в конце концов и составил протокол. Только тогда братья притихли и опомнились наконец, что надо идти домой и выпить за упокой. Они ушли вместе, так как не доверяли друг другу и боялись, как бы второй не выпил глотком водки больше. Солнце село, песок на берегу потемнел, и, казалось, холоднее стал ветер, шумевший над дюнами, серыми рабацкими хибарами, черными лодками на берегу. У опрокинутой тони невода стояла кучка стариков. Они курили и глядели в море, будто ожидая возвращения одного из своих, кого сегодня увезли и кто больше не вернулся. И казалось, что они были здесь испокон веку, эти седые старики и эти черные лодки. Когда Симон Пурклов впервые увидел море, они уже были здесь, такие же, как сегодня, когда он ушел от них невозвратно. И казалось, что такими же они будут стоять здесь до судного дня, как вечное утверждение совместного труда земли и моря, седые старики и черные лодки. А ветер тем временем свежел. написано в 1937 году. Перевод В. Ругайса Биолы Ругайс Напечатано в сборнике «Один день на милой доброй земле латышские рассказы», составление предисловия Зигмунда Скуйня 1981 год Биол� alom «Один» . . . . . Продолжение следует...